Вот это наше наследие. Вот эта колонка. Все рушится, все падает. Мы живем по Пушке на 137,4. А сколько лет живете здесь? И я живу уже 42 года здесь. И всю жизнь здесь мы как типа подснос. Условия у нас какие? Нет воды, нет туалета, все рушится, все валится. Построить, наладить мы ничего не можем. Мы сейчас уже пенсионеры и нет возможности. В 137 доме я живу, здесь 5 квартир. В каждой квартире живет 1, 2, 3 человека. Большинство людей это пожилые люди, люди инвалиды. Ремонтировать, реконструировать, реставрировать дом тоже проще всего снести дом и построить новый, потому что это вкладывание такого огромного количества средств. Ревальшик Геохметов инвалид. В прошлом военный выживает в таких условиях более 15 лет. Дома, вот допустим, конкретно 137 дом 1901 года постройки. А второй дом тоже 137 литер Б, 1890 года постройки. Вековые накопления, кое-что здесь не дает нормально жить в этих условиях. Эти дома по улице Пушкина находятся на территории памятника федерального значения городища Уфа-2. Сейчас эксперты проводят его раскопки. Здесь планируют возвести музейный комплекс. Если для жителей их дома являются ветхими, то для историков они представляют интерес. Часть домов в этом районе признаны памятниками архитектуры. Эти дома под снос, скорее всего, не подпадут, так как на территории имеется 5 объектов архитектуры. Это 2 включенных в реестр, дом Тушновых и дом Смоленцевых, 119-й. И 3 выявленных, которые тоже, скорее всего, будут включены уже в госреестр. Сегодня судить о том, когда будет снос и будет ли он вообще, мы не можем. В будущем, когда мы сможем закрепить за музеем земельные участки в границах памятника, уже, скорее всего, будут закрепляться и дома, которые являются объектами культурного наследия. Ну, пока это тоже в процессе работы. Народ планирует улучшаться. То есть вы хотите съехать из этих домов? В принципе, в принципе-то. Пожелание улучшить свои жилищные условия. На сегодняшний день решение этих вопросов какое? Расселить жильцов этих домов на территории, в которой находится музей. И, соответственно, музей будет хорошо. Они будут полностью решать свои там по проекту, который они запланировали. И никто мешать не будет. И мы, соответственно, тоже, как говорится, воплотим свои права в жизни. В настоящий момент, если говорить о программе расселения ветхого аварийного жилья по линии фонда соединения развития ЖКХ, программа 2013-2017 года, эти дома не включены в нее. Однако в настоящий момент формируется республиканская программа расселения ветхого аварийного жилья. которую вы проводите на этих домах в будущем. По словам представителей администрации УФИ, жители домов по улице Пушкина рассели в 2015-2018 годах, если республиканская программа будет утверждена. Алина Гребешкова, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...